Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Призрак в доспехах. К 2029 году, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибертехнологиям, практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантанты. Но кибертехнологии принесли и новую опасность для человека. Стал возможным так называемый взлом мозга и ряд других преступлений, связанных непосредственно с ними. Очень плохие девчонки. Что может омрачить и развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам. Мстители под руководством Капитана Америки оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя акт о регистрации супергероев, вынуждая их раскрыть свои личности и работать на правительственные службы. Книга джунглей. Непримиримая борьба с опасным и внушающим страх тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На пути мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся встречи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей. Люси. Ещё вчера она была просто сексапильной блондинкой, а сегодня самое опасное и смертоносное создание на планете со сверхъестественными способностями и интеллектом. То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантастической теорией, для неё стало реальностью, и теперь из добычи она превратится в охотницу. Её зовут Люси. Первый мститель. Другая война. После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе команду Мстителей, Стив Роджерс, известный также как Капитан Америка, оседает в Вашингтоне и пытается приспособиться к жизни в современном мире. Но покой этому герою только снится. Пытаясь помочь коллеге из агентства ЩИТ, Стив оказывается в центре событий, грозящих катастрофой мирового масштаба. Для того, чтобы разоблачить владельский заговор, Капитан Америка объединяется с Черной Вдовой. К ним также присоединяется новый соратник, известный как Сокол. Однако никто из них даже не подозревает, на что способен новый враг. Она. 2013 года. Теодор, одинокий писатель, покупает новую техническую разработку, операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между неоперационной системой возникает роман. Продолжение следует... Мы купили зоопарк Вики Кристина Барселона Две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио Вики старомодна и настроена на серьезные отношения, ухаживания, свидания и свадебную фату в финале Кристина сексуально раскрепощена, раскована и привлекательна в своей бунтарской сущности Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки Отношения в любовном треугольнике становятся все более запутанными А тут еще в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом И похоже на то, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа Еще одна из рода Болейн 2008 года Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией своей семьи борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования Линкольн 6 Эхо, житель на вид утопического, но охраняемого поселения середины 21 века Как и все обитатели этого тщательно контролируемого пространства Линкольн надеется оказаться среди тех, кого отправят на остров Якобы последнее незагрязненное место на планете Но очень скоро Линкольн обнаруживает, что абсолютно все, что касается его существования, ложь Матчпойнт 2005 года Некогда известный теннисист Крис переживает не лучшие времена Надо как-то устраиваться в жизни А тут еще он на свою беду встречает Нолу Типичную роковую женщину От которой не стоит ждать ничего, кроме неприятностей Крис влюбляется в Нолу А она между тем встречается с его другом Томом Думности перевода 2003 года Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое американцев Телевизионный актер Боб Харрис и симпатичная молодая женщина Шарлотта Познакомившись, они пускаются вместе в путешествие по японской столице Во время своей многочасовой прогулки Боб и Шарлотта попадают в забавные истории И неожиданные перипетии Знакомость с местными жителями Жизнь восточного мира открывается американцам яркими и незнакомыми гранями Помогает обнаружить в себе веру в потрясающие человеческие возможности А случайные встречи становятся очень нужными и важными для постижения жизни Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить И другие замечания и предложения Спасибо за внимание До скорых встреч!